Недавно меня попросили поискать варианты инвестиций, которые, ну, меньше 1000 рублей. И я стал искать и обнаружил не просто в районе 1000 рублей, я обнаружил инвестицию очень неплохую за 1 рубль. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу рассказать про уникальную, на мой взгляд, возможность для инвестирования от 1 рубля. Вообще улет. Смотрите, я включил биржевой терминал и там включил поиск, ну, по минимальной цене сделки, с минимальным лотом, с минимальной ценой. И обнаружил несколько вариантов для инвестирования по 1 рублю, буквально. И один из этих вариантов я сейчас хочу показать. Это фонд, торгуемый, биржевой торгуемый фонд FXRV ETF. FX префикс говорит о том, что это фонд от компании FINEX, которая зарегистрирована в Ирландии. И у нас очень много, это крупная корпорация, в принципе, финансовая, которая занимается как раз фондами ETF. И один из этих фондов, пожалуйста, 1 рубль минимальная сумма. Я заинтересовался, что же это такое. Оказывается, это коллективная инвестиция в акции 500 крупнейших компаний мира. Не просто так. Почему 1 рубль? Да потому что просто они взяли и разбили вот эту инвестицию коллективную на очень маленькие кусочки. Эта инвестиция еще и защищена от инфляции, то есть она в долларах. Я решил зайти на сайт компании FINEX и посмотреть, что же это такое. FINEX Global Equity UCEDS ETF рублевый. Это розничная инвестиция. Фонд, торгуемый на бирже. Давайте посмотрим детали. Что здесь интересно? Ну, первое, это инвестиции коллективные в 500 крупнейших компаний мира. То есть и Америка здесь, и Великобритания, и Европа, и Китай, и Австралия, и даже есть Россия. То есть акции крупнейших компаний там присутствуют. Он торгуется в долларах. Что самое интересное? Что он опирается на индекс. То есть это индексный фонд. Физическая репликация и 100% следование салактива АГ. Давайте посмотрим, что же это за индекс. Итак, я нажимаю на ссылку салактива АГ и вижу, что, ну, в принципе, график очень похож на график. Индекс S&P 500, только это крупнейший компаний мира. То есть он еще круче, чем S&P 500. Буквально. Есть состав этого фонда. Там входят и акции компании Apple, и Mitsubishi Motors, и Toyota, и Mercedes, и Huawei, и Xiaomi. И, так сказать, там, ну, масса всего интересного. Понимаете? То есть это вот акции крупнейших мировых компаний без дураков. Это надежная инвестиция. И всего от одного рубля. Что такое салактива АГ? Это германская компания инвестиционная, которая как раз занимается формированием этого индекса. И что нам дает стопроцентное следование этому индексу? А то, что мы экономим на комиссиях. Вот что это нам дает. То есть мы не платим большие комиссии. То есть стопроцентно не надо платить управляющему. Понимаете? Вот. Теперь далее. Смотрите. Эта германская компания имеет отделение в Франкфурте на Майде, Дрездене, Берлине, вы видите, Торонто и Гонконге. И вот, ребята, они не прячутся. Здесь все фотографии тех людей, которые входят в эту управляющую компанию, которые формируют фонд, которые этим занимаются. И они ни от кого не прячутся. Немцы там видно. Вот. Там есть адрес квартиры явки. Что интересно и кому это может быть полезно? Ну, во-первых, это диверсификация по всему миру. Во-вторых, это возможность инвестирования даже небольшой суммы, которая у вас есть. Например, вот я сегодня попытался купить этих акций, скажем, на 1000 рублей. Или, ну, сейчас я помогаю инвестировать сыну на 600 рублей. Всего 600 паёв на 600 рублей. Купили без проблем. Для сына я купил на Тинькофф Инвестициях, для себя на Открытие Брокер. Очень легко торгуется, очень активно торгуется. Есть даже, я вижу, что скальперские заявки, то есть там ликвидность очень высокая этого фонда. Он уже немножечко подрос, с тех пор я его купил. Единственное, что я бы порекомендовал, это посмотреть на тариф. Ваш тариф. Потому что, вот, ну, так сказать, вам захочется, может быть, сделать эту инвестицию буквально там за 1, 2, 3, 5, 10 рублей. Это возможно, но подумайте. Какая у вас будет комиссия, какие комиссии можно выбрать, какие тарифные планы выбрать, я расскажу в следующем видео. Сейчас лайк, подписка и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok